Четыре с половиной тысячи лет назад, во времена Среднего, а затем и Нового Царства, этот город был столицей Египта. Древние греки знали его как Стовратные Фивы, а завоеватели арабы стали называть его Луксор, что переводится как Дворцы. Луксор – город, разделенный рекой Нил на две части. Его восточная часть – город живых, а западная часть – город мертвых. Это разделение связано с представлением египтян об устройстве нашего мира. Восходящее солнце – символ рождения, его закат – символ смерти, и, конечно, наш мир и все процессы в нем созданы богами и подвластны им. В честь богов строятся храмы, огромное количество которых, конечно же, находится в Луксоре или рядом с ним. Итак, город живых. Здесь главная достопримечательность – Карнакский храмовый комплекс, посвященный многим богам. Он был построен вблизи от Луксора, в небольшом поселении Карнак в честь фиванской триады, бога Амон-Ара, его жены, богини Муд и их сына Хансю, бога Луны. Рассказывать о храме я не буду. Это самая посещаемая достопримечательность Луксора, с огромным количеством видео в интернете об этом месте. Поэтому сразу отправляемся к Скоробею, вокруг которого необходимо обойти несколько раз, на счастье. Жук Скоробей играл важную роль в представлении египтян о мироустройстве. Разглядывая жука и его действия, египтяне решили, что есть некто, кто совершает подобное с солнечным диском, каждое утро на востоке возрождая его из-под земли. И этим некто оказался бог Хепри в образе человека с головой Скоробея. В дальнейшем египтяне стали считать Хепри утренним воплощением солнечного бога Ра, а Амона вечерним. Но существовал и другой образ Ра. Ра Хорахти. Это бог солнца и неба в одном лице. Так что ипостась бога Ра в четырех лицах, а возможно и больше. Ну, скажем, попытка объединить Ра и Осириса. Каждый год в сезон наводнений, называемый Ахет, проводили праздник плодородия, фестиваль Оп-Эд. Кульминацией праздника являлось шесть виолодки со статуями фиванской триады на плечах жрецов по аллее сфинксов. От Карнакского храма в Луксорский, куда следуем и мы. На входе мы видим две 24-метровые башни с пилоном, сооруженные Рамзесом II, на которых изображены военные подвиги фараона в битве с хетами при Кадеше. Перед входом обелиск высотой 25 метров и шесть статуй Рамзеса II. Пройдя через пилон, мы попадаем во двор со множеством колонн и статуй фараона Аминхотепа III. Но Рамзес жульничал и на этих статуях приказал выбить свое имя. Здесь Рамзес Великий восседает на троне, а возле него маленькая фигурка его жены Нефертари. Как и Карнакский, Луксорский храм строили и перестраивали фараоны Египта на протяжении тысячи лет, а при греках здесь появилась часовня, построенная в честь Александра Македонского. Во времена правления римского императора Диоклетиана храм, обнесенный стеной для защиты, служил каструмом, укрепленным римским лагерем. Поэтому здесь так много руин, оставшихся от римских построек. Мы проходим через коридор с огромными колоннами и попадаем во двор Аминхотепа III. Затем подходим к святилищу с залом божественного рождения. Здесь происходило таинство воссоединения бога Амона с правящим фараоном. В этом и заключалась суть праздника Апет. Это подтверждение божественной сущности фараона, а значит гарантия благосклонности богов для его подданных. История строительства Луксорского храма связана с именем фараона 18 династии Аминхотепа III, мать которого не была египетских царских кровей, а жена не была старшей дочерью предыдущего фараона. Это значит, что его легитимность на престол подвергалась сомнению. Тогда Аминхотеп объявил себя сыном Амона и начал строительство храма в честь фиванской триады, тем самым еще и склонив жрецов Амона на свою сторону. Но мама фараона не была египетянка, была згирака. Поэтому он построил Луксорский храм. Внутри храм он построил роддом. На стену комнаты он сказал, что он сказал. Его мама переспала с богом Амонра. Это значит, он не был сыном фараона, он был сыном бога. Это значит, у нас обманули. Через кого жрецы за сколько за взятка? Что это значит везиат? Он построил храмы, чтобы покупать жрецы бога Сунсара. Подкупить жрецы бога Сунсара. Его сын фараон Эхнатон. Муж королева Лифхэль Титий. Филюксоры древних египтян поклонялись Амонра. Во время фараона Эхнатона, который поклонялся Атунра, как разница между Амонра и Атунра. Древние египтяне поклонялись Амонра в этой храме, где обманщик. Возможно, что это было одним из поводов фараону Аминхотепу IV, ставшему Эхнатоном, начать религиозную реформу по возвеличиванию бога Аттона для удовлетворения своего непомерного честолюбия. Кстати, к XVIII династии относятся цари и царицы, имена которых у всех на слуху. Это сын Аминхотепа III, фараон Эхнатон и его жена Нефертити. Это женщина-фараон Хадшепсут и ее пасынок, фараон-завоеватель Тутмос III и, конечно, самый известный фараон Тутанхамон. Ну а мы, перед тем, как отправиться в город мертвых, посетим Луксорский музей древностей. В музее Луксора представлены археологические находки, в основном из карнакского и луксорского храмов. Конечно, это прежде всего статуи богов и фараонов. Здесь мы видим главного египетского бога Амона-Ра и его жену, богиню Мут. Это богиня Сехмет с лицом львицы, которая своим огненным дыханием создала пустыню. И, конечно, мумии. А когда и для чего они появились, нам расскажет старинная египетская Санта-Барбара. У бога Земли и богини Неба были два сына, Осирис и Сет, а также две дочери, Иссида и Нефтида. В те времена боги и люди жили совместно, а фараоном Египта был Осирис, под руководством которого люди достигли небывалого процветания. И это вызвало зависть Сета, задумавшего убить брата и завладеть египетским троном. Но существуют и другие версии. У Осириса женой была его сестра Иссида, а у Сета – Нефтида, то есть братья были женаты на своих сестрах. Однажды Нефтида, приняв облик Иссиды, переспала с Осирисом. Кстати, от этой их связи родился Анубис. Разумеется, об этом узнает Сет. И однажды на пирушке Сет предложил изрядно подвыпившим гостям прилечь в заранее изготовленный очень красивый саркофаг. Который, конечно же, пришелся по размеру только одному Осирису. Помощники Сета быстро заколотили крышку саркофага гвоздями и кинули его в Нил. Своего мужа Иссида нашла мертвую. И страшно подумать, что же она вытворяла с трупом своего супруга, если в результате у нее родился сын, будущий победитель Сета, повелитель неба, бог Горн. Сет крадет труп Осириса, разрубает его на куски и разбрасывает их по всему Египту. Иссида собирает остатки, а затем вместе с Нефтидой, Анубисом и богом мудрости и врачевания Тотом создают из остатков Осириса первую мумию. Оживить Осириса для жизни в нашем мире им не удалось из-за отсутствия пениса, который был съеден рыбами. Вот и остался Осирис в Дуате, став правителем мира мертвых. После знакомства с мифом об Осирисе и Иссиде, можно отправляться в западную часть Луксора, в город мертвых. Да, чуть не забыл, в Карнакском храме в вечернее время показывают представление с громким названием «Лазерное шоу». Но нас оно совершенно не впечатлило, есть с чем сравнить. Здесь такого нет, и все выглядит достаточно убого. Если бы просто сказали, что это прогулка по ночному Карнаку, я бы на большее и не рассчитывал. Посмотрели, прогулялись по ночной набережной Луксора, сели на паром и вскоре высадились на другом берегу Нила, прямо возле нашей гостиницы.